Набрав 112, мы можем вызвать любую службу – пожарных, скорую, полицейских. В преддверии юбилея создания местных органов гражданской защиты в историко-краеведческом музее открывается тематическая экспозиция «Линия жизни». Экспозиция рассказывает об истории спасательных подразделений и обо всех профессиях, которые входят в состав управления по чрезвычайным ситуациям. Ключевой экспонат – красный телефон. Это крайние цифры. Нолик и однёрка. Ну да, не надо считать. Да, не надо высчитывать, искать. То есть нашёл эту крайнюю цифру и эту крайнюю цифру. Ну, одна из версий. В день операторы линии 112 могут получить больше тысячи звонков, при том, что работают на посту всего по два сотрудника. Чтобы стать спасателем, говорит начальник УЧС Семертал Арман Алпызбаев, необходима не только физическая подготовка, но и эмоциональная устойчивость. Несколько физически, сколько морально наши сотрудники очень всё это через себя пропускают. И в этом основная натяжесть работы спасателя. То есть, видя всё это горе людей, видя пожары, которые уносят жизни, видя аварии, очень тяжело сотруднику оставаться. Но благо, что у нас сейчас коллектив, будем говорить, особой текучки в кадрах нет. То есть, те, кто пришёл на работу, они понимают, куда и зачем они пришли. И они работают на постоянной основе. Арман Алпызбаев состоит на службе больше 20 лет. За эти годы, говорит, изменилось многое. От законодательства до материально-технического оборудования. Техника, конечно, работу упрощает. Но всё равно дело спасения людей – одно из самых сложных. У человека притупляются какие-то эмоции, какие-то вещи. Про какие-то вещи мы можем пошутить, а нормальный человек скажет, что мы психически больны. Опасная профессия не обходится без трагедий. Спасатели признаются – больнее всего, когда гибнут коллеги. От этого никто не застрахован. Однако заверяют – инстинкт самосохранения у спасателей есть. И беспрекословное подчинение правилам ТБ. В первую очередь надо обеспечить безопасность самого спасателя. То есть, если он, не дай бог, сам что-то с ним случится, он погибнет, он не сможет спасти человека. То есть, инстинкт самосохранения должен быть, но должна быть и здоровый риск какой-то. И вот дело – найти вот этот баланс между риском и самосохранением. Вот это, наверное, и есть настоящий спасатель. Часть экспонатов, представленных на выставке, являются собственностью музея. Оборудование предоставил департамент ПЧС. Музейщики признаются – встреча со спасателями для них волнительна. Больше всего при подготовке экспозиции удивились весу оборудования. У нас очень женский коллектив, и каждый экспонат был очень тяжелый. То есть, чтобы его перенести в зал, где создавалась экспозиция, мы его тащили вдвоем. Чтобы, допустим, одеть костюм, нам приходилось работать по два человека. Но сложность, конечно, была в том, что мы изучали для себя, мы открывали очень много нового. Историко-краеведческий музей работает ежедневно с девяти до шести. Экспозицию «Линия жизни» тимиртаусцы могут посетить в течение месяца. Светлана Лебедева, Вадимир Пороховой. Новости Тимиртау.